Логарифм по основанию модуль x минус 2 от выражения 3 минус корень из x меньше либо равен единице, решить неравенство. Друзья, если кто-то еще пока боится модулей, осталось 3 дня, чтобы перестать их бояться, напоминаю, что модуль x это x, если x больше либо равен нуля, это минус x, если x меньше нуля. И, конечно, мы будем сейчас работать с модулями, будем модули раскрывать, у нас будет логика, поэтому если кто-то не умеет записывать решение неравенства как цепочку равносильных переходов, посмотрите, пожалуйста, этому стоит научиться. И вот я хочу написать, чему равносильно это неравенство. Я даже не буду область допустимых значений выписывать, потому что намного, на самом деле, намного лучше, когда вы оформляете решение как цепочку равносильных переходов. Почему? Потому что, во-первых, вы ничего не забудете, вы не забудете условия из ОДЗ, вы увидите, где у вас какой случай. И вам проще потом будет преобразовывать, следить за логикой, то есть какие условия выполняются вместе, и то, и другое, да, где у нас или, или один случай, или другой, потом объединение случаев. Сейчас мы все это и увидим. Так вот, пишу в одну систему и область допустимых значений модуль x минус 2 больше нуля. Модуль x минус 2 не равен единице. То, что под логарифмом 3 минус модуль x больше нуля. Вот я выписала все условия, задающие область допустимых значений. Смотрите, чтобы их не забыть, да, что я делаю? Я просто смотрю на неравенство. И вот слева направо, да, вот какие я заметила, все выписывают. Так, у меня основание логарифма, оно должно быть больше нуля и не равно единице. Написала. Выражение под логарифмом должно быть больше нуля. Написала. Все, ничего не забыла. Теперь мне надо единичку как-нибудь представить, да. А давайте я скажу, что слева у меня логарифм по основанию x минус 2 от 3 минус модуль x, а справа у меня логарифм от модуль x минус 2 по основанию модуль x минус 2. Вот. А дальше, а дальше я работаю с этой системой. То есть я начну с самого вот этого простого верхнего неравенства модуль x минус 2 больше нуля. И хочу вас спросить, когда оно выполняется? Модуль x минус 2 больше нуля. И здесь внимательно, да, то есть здесь главное не поспешить с ответом, потому что если x минус 2 положительно, то возьмем, например, x равный 5, да, 5 минус 2 больше нуля. Да, неравенство выполняется. А если x отрицательно, и даже так, x минус 2 отрицательно, тоже неравенство выполняется. Возьмите, например, x равный минус 10. Хорошо. А когда же оно не выполняется? И мы знаем, что модуль какого-то числа а больше либо равен нуля. И мы знаем, что модуль а равен нулю, только если само это число а равно нулю. Значит, не выполняется это неравенство в единственной точке x равной 2. И нам нужно, чтобы x был не равен двум. Написали. Модуль x минус 2 не равен единице. Это модуль каких чисел равен одному? Единице и минус единице, да? Значит, x не равен 3 и x не равен одному. Ну, чтобы второе число выполнялось. 3 минус модуль x меньше нуля. То есть модуль x меньше 3. Напоминаю, как мы решаем такие неравенства? Конечно, вы это знаете, да? Модуль x это что? Это расстояние от нуля до x. И расстояние от нуля до x должно быть меньше 3. То есть вот все эти x от минус 3 до 3 нам подходят. Значит, x от минус 3 до 3. Прекрасно. И теперь нам надо раскрывать модуль. Вот в этом главном неравенстве. Я пока что перепишу его так же и вообще подумаю, да? А вот как я могу его решить? Либо я переношу все в левую часть и пользуюсь методом замены множителя. Я его тоже покажу, но только в другой задаче. Либо я рассматриваю два случая. Потому что я не могу сразу взять, убрать основание логарифма. Я не знаю, они больше единицы или меньше единицы. То есть нам надо рассмотреть два случая. Давайте сразу я их напишу, как совокупность двух систем. Первое, когда основание логарифма, то есть модуль x минус 2, больше единицы. А второй случай, когда основание логарифма меньше единицы. Так вот, если основание логарифма больше единицы, что мы делаем? Мы отбрасываем логарифмы, да? И при этом знак неравенства сохраняется. Три минус модуль x меньше либо равно модуль x минус 2. Сделали. Второй случай, когда основание логарифма меньше одного, мы отбросили логарифмы, знак неравенства поменялся. Три минус модуль x больше либо равен модуль x минус 2. Вот, пожалуйста, какая система получилась. И вот намного, вы знаете, лучше получается, когда вы так оформляете решение, чем я часто это вижу, когда один случай там в каком-то одном, в одном месте каком-то записан, да, другой в противоположном углу, условия вот эти, сдающие ОДЗ где-то в третьем, а потом их сложно скомпоновать. То есть намного лучше, когда вы пишете систему сразу и уже с ней работаете. Вот я смотрю, что условия, что x не равно 2, не равно 3, не равно 1, и вот это условие, оно выполняется и для той, и другой системы. То есть я могу представить вот это все в виде совокупности двух систем, в которые запишу и вот эти все условия ОДЗ. Ну вот давайте мы с первого начнем. Модуль x минус 2 больше 1. Да, что это значит? Модуль x минус 2 больше 1. Это мы можем себе прямо отчеркнуть, что ли, часть такую, да, и как на черновике здесь все это решать. Но не совсем на черновике, вот я часть, что ли, листа отчеркиваю, здесь все это показываю. Это значит, что расстояние от точки x до точки 2 больше 1. Я отмечаю 1, нет, я отмечаю точку 2, отмечаю 1 вот сюда вот вправо, да, 2 плюс 1, 3, и отмечаю 1 влево, то есть 2 минус 1, 1. Расстояние от точки x до точки 2 больше 1. Нам нужны все x, которые находятся дальше от точки 2, чем вот эти точки 1 и 3, вот эти. Значит, x меньше 1 или x больше 3. Да, но при этом x больше 3 нам не подходит. Почему? Потому что x должен быть вообще-то от минус 3 до 3. Да, вот у нас есть такое условие. То есть, что мы в итоге получаем, что x от минус 3 до 1, не включая концы. Значит, первое, x от минус 3 до 1, не включая концы. При этом условие, что x не равен 1, и что x от минус 3 до 3 выполняется. Ну, а 2 и 3 точно он тогда не равен. И вот я смотрю, есть ли x от минус 3 до 1, это я преобразовала неравенство модуль x минус 2 больше 1, и еще учла условие, что x от минус 3 до 3. Если x от минус 3 до 1, то один из модулей я уже могу раскрыть, потому что x точно тогда меньше 2, и тогда модуль x минус 2 раскрывается с противоположным знаком. Значит, получаю 3 минус модуль x меньше либо равно, с противоположным знаком раскрываю модуль, чем 2 минус x. Отлично, видите, упрощается. У меня система, да, теперь давайте второе. Модуль x минус 2 меньше 1. Вот я здесь нарисую. Модуль x минус 2 меньше 1, то есть расстояние от точки x до точки 2 меньше 1, это значит, что x от 1 до 3, и при этом точка 2, видите, она у меня пустая. Почему? Потому что x не равен 2. Да, при этом действительно x от минус 3 до 3 выполняется, и вот точки 1, 2 и 3 пустые. Значит, вторая у меня x от 1 до 3, при этом x не равен 2. И мне надо еще записать, как модуль раскрывается. Если x от 1 до 3, то модуль x равен просто x, x положителен 3 минус x, больше либо равно, а вот модуль x минус 2, да, теперь я не могу раскрыть, мне тоже нужно случай рассматривать. А здесь модуль x минус 2. Вот что я получила. Давайте я оставлю картинки. Вот моя совокупность двух систем, значит, x от минус 3 до 1, 3 минус модуль x меньше либо равно, чем 2 минус x. x от 1 до 3, x не равен 2. 3 минус x больше либо равно, чем модуль x минус 2. Посмотрите, на мой взгляд, совершенно все это несложно, но просто немножко занудно, да. Вот одна система, другая система, совокупность этих систем. А сами-то неравенства очень простые, тем более мы сейчас все модули раскроем, и вообще там останутся линейные неравенства. Так, если x от минус 3 до 1, а у нас тут модуль x, да? А у нас модуль x. А знак выражения под модулем, ну то есть x меняется при x равном нулю. То есть, видимо, у нас случаев будет больше. Из первого, что я получаю? Я получаю, что или x от минус 3 до 0, или x от 0, уже включая 0, до 1. Так вот, если x от минус 3 до 0, то есть x отрицателен, тогда модуль x равен чему? Он равен минус x, правильно? По определению раскрываем. Значит, 3 плюс x меньше либо равно, чем 2 минус x. Есть ли x от 0 до 1, включая 0? Это значит, что модуль x равен просто x. Значит, 3 минус x меньше либо равно, чем 2 минус x. Здесь точно так же мы будем модуль раскрывать, потому что у нас есть модуль x минус 2, а, кстати, x не равен 2, значит, будут случаи x больше 2, x меньше 2. Есть ли x больше 2? Да, ну давайте мы, знаете, как напишем? Сразу неравенство, да? x больше 2, а при этом меньше 3. Вот, x больше 2, меньше 3. А другой случай, когда x меньше 2, но больше 1. И x не равен 2, ни в том, ни в другом случае. Здесь все нормально, модуль раскрываем. Если x больше 2, тогда x минус 2 положительно, и модуль x минус 2 просто, да, равен x минус 2, модуль убрали. 3 минус x больше либо равно, чем x минус 2. Ну, а второй случай. Модуль раскрывается противоположным знаком, здесь больше либо равно, чем 2 минус x. Так, раз, два, три, четыре простейших системы. Ребят, справимся, да? Ничего особенного. Вот, кстати, я сразу вижу, что вторая система решений не имеет, потому что если я x слева и справа прибавлю, то получается, что 3 меньше либо равно 2. У второй уже нет решений. Значит, уже у меня 3 простеньких системы остается. x от минус 3 до 0. И второе, я смотрю, уравнение, да? 2x меньше либо равно минус 1. Значит, x меньше либо равно минус 1 второй. Здесь, посмотрите, если я x прибавлю к левой и правой части, у меня 3 меньше либо равно 2. Все, нет решений. Конечно, не пишем. Дальше. x от 2 до 3. Посмотрим, что здесь получается. x, вот это переносим сюда. Значит, x. Ага, 2x меньше либо равно 5. x меньше либо равен 2 с половиной. Получили? И еще последнее. x от 1 до 2 минус x и минус x, да? Убираем из левой и правой части или x прибавим к левой и правой части. Остается 3 больше либо равно 2. А это верно. Значит, весь интервал от 1 до 2 нам подходит. Просто логика. Самая банальная логика. Я рисую. Нет, совсем крим получилось. Нарисуем ось x. Отмечаем. x меньше либо равен минус 1, 2. И при этом x от минус 3 до 0. От минус 3 до 0. Это туда дальше. Значит, нам подходит x от минус 3 до минус 1, 2. Следующий, да, следующий, следующий. Это x от 2 до 3. И x меньше либо равен 2 с половиной. Значит, что мы здесь получаем? x от 2, не включая, до 2 с половиной включительно. И третий еще остался. Третья система. Вот она. Это... А, нет, не система. Просто одно неравенство. x от 1 до 2. А это нам все подходит. Добавили. Но только точка 2, конечно, пустая. И записываем ответ. x от минус 3 до минус 1, 2. Объединение с интервалом от 1 до 2. И объединение с интервалом от 2 до 2,5. Не знаю, кто автор задачи и откуда она взялась. Вот показали такую, да. Но задача хорошая. ハард. До снащи. three-децев heard of my Television. AdLED. właśnie on feedback. g I